Автодром АДМ Рейсвей И во втором заезде сегодняшнего дня Великолепная погода, великолепные условия Ну и очень интересная трасса Руслан Гатаулин и Борис Шульмейстер работают для вас на этой гонке Добрый день еще раз, дорогие друзья Рады приветствовать вас на старте второй гонки сегодняшнего дня Как сказал Руслан, погода по-прежнему замечательная Ждем гонки Ситуация в чемпионате Дмитрий Гвазава опять, опять одержал победу Картина, которая повторяется из гонки в гонку в этом сезоне Ну, посмотрим, как ему удастся поддерживать такой высокий темп во второй гонке Как вы помните, старт во второй гонке у нас всегда дается в реверсивном порядке Дмитрий будет прорываться из самого конца пелетона Надеемся, что хоть эта узкая и непростая трасса внесет интригу в наш чемпионат Да, обгонять здесь может быть не так просто Но, тем не менее, если пилоты будут совершать какие-то обгоны Мне кажется, это будет действительно такое зрелище Безусловно, конечно, первая гонка, которая расставляется по результатам квалификации В принципе, в таком порядке и следует до самого финиша Не было у нас серьезно каких-то интриг по ходу заезда Тем не менее, все прошло достаточно ровно и спокойно Вот в реверсивном старте, наверное, при реверсивном старте все будет немножко иначе Ну и посмотрим самые интересные фрагменты заезда под номером один Это уже, я напоминаю, четвертый этап этого сезона И первая гонка сегодня состоялась И один из главных героев этой гонки, понятно, Дмитрий Гвазава Который, собственно, эту гонку выиграл Но была борьба у нас и на других этажах пелотона Первый поворот Обычно здесь всегда много борьбы и много контактов Не обошлось без них и на этот раз У Каньшева был контакт с Ивановым На первом круге в аварию попал Никита Худов Которого Андрей Пурихов развернул И сам, к сожалению, Андрей пострадал Сейчас видели, как механики восстанавливали его автомобиль И, кстати, восстановили Во второй гонке он будет стартовать на абсолютно исправном, идеальном автомобиле Хотя казалось, что вот такие повреждения, может быть, и могут быть фатальными для автомобиля Но нет, механики все сделали И Андрей действительно поедет в этой гонке наравне со всеми Но, к сожалению, примет ряд из конца пелотона Примет старт из конца пелотона Андрей Пурихов стартует во второй гонке с девятого места Да, но вообще для меня очень... Мне, знаете, что понравилось в первой гонке? Это запомнилось, точнее, то, как боролся Данила Иванов как раз с Константином Гукаевым Ну и Антон Немкин, который периодически совершал вояж за пределы трека Антон Немкин просто превзошел самого себя Сегодня пилотировал ярко, отважно и не всегда на гоночном полотне Ну, бывает, бывает такое Это мы понимаем, что все это от большого желания, наверное, прежде всего Были небольшие ошибочки Но, как известно, Борис не ошибается тот, кто ничего не делает Совершенно правильно Еще раз украшение сегодняшнего заезда Борьба Иванова с Константином Гукаевым На протяжении всей гонки пилоты очень близко были расположены в движении друг к другу Постоянно были попытки атаки Было красиво смотреть Ну, а вот это Немкин, который покидает гоночное полотно в первый раз Чудом проведев между двух болидов Константина Гукаева и Данила Иванова Такой красивый, как я сказал, сначала был, наверное, занос управляемый Потом уже не совсем управляемый Но, тем не менее, это действительно было зрелищно И, опять же, фрагмент возвращения на трассу Антона Немкина В общем, такой гонкой у нас с вами получилась Одержал победу Дмитрий Гвазава Но я знаю, Борис, что у нас есть некоторые изменения Я сейчас посмотрел на стартовую решетку Вот, собственно, итоговый результат первой гонки Ну, как нам казалось, да, что он будет именно таким Но есть изменения И я, посмотрев на стартовую решетку гонки под номером два Вижу, что действительно они такие, ну, наверное, монументальные даже в какой-то степени Да, у нас третью позицию потерял Константин Гукаев К сожалению, и мы чуть позже поймем, почему это произошло Сейчас Константин, вместо того, чтобы принять старт седьмой позиции Стартует у нас десятым Да, прорываться оттуда тяжело Особенно на этой трассе Но о Константине и о других гонщиках мы еще поговорим А сейчас давайте послушаем, что же говорили пилоты перед стартом второй гонки И начнем с Антона Немкина Антон Немкин, команда MotorSharks Антон, у тебя было не очень результативное сегодня выступление, но очень яркое Ты два раза здесь развлекал публику такими яркими уходами за гоночную дорожку Что происходило? Ну, типичные ошибки пилотирования Я дважды заблокировал тормоза Недостаточная перегазовка была при понижении И, соответственно, потерял несколько позиций Но ты никогда так импульсивно не действовал Ты всегда вел достаточно такую размеренную, аккуратную борьбу Почему именно сегодня ты решил ехать на грани? Ну, на самом деле, может, так со стороны казалось Я был достаточно спокоен И со старта гонки уверенно несколько позиций поменял Вот, такой секрет Именно на данном участке в ходе тренировок Мне удалось чуть сместить точку Именно тормозить позже Что у меня и получалось Ну, вот в гонке не удалось реализовать это преимущество Домашнюю заготовку такую Я понял Я слышал, у вас не очень хорошие новости Результат Константина Гукаева аннулировали Что случилось? Насколько я понимаю, в режиме закрытого парка Механик подошел к машине Начал производить какие-то манипуляции И в связи с этим, согласно действующим правилам Его результат был аннулирован Константина Очень жаль Но, тем не менее, вам обоим я желаю удачи на предстоящую гонку Большое спасибо Дебютант этого сезона, пилот гоночной серии «Миджет» Дмитрий Угрюмов Дим, как оцениваешь результаты первой гонки сегодняшнего дня? Была очень серьезная борьба Я приехал вторым Для меня это хороший результат Однако, все мысли про вторую гонку И вторая гонка расставит все по полочкам Ты приехал в зачете вторым В зачете СемиПро А в абсолютном зачете ты приехал каким? Если честно, я не помню Второй в СемиПро И, по-моему, седьмой в общем зачете Совершенно верно Поэтому ты сегодня на второй гонке стартуешь с третьего места Со второго ряда стартового поля Не страшно? Не, не страшно Тренер к этому готовил Будем стараться Сзади, конечно, едут просто зубры автоспорта Но сдаваться не собираемся Если Гвазава окажется у тебя в зеркалах Какие действия будешь предпринимать? Я буду защищаться до последнего Смотри, ты нам обещал Спасибо тебе, удачи в гонке Пилот гоночной серии «Меджет» Никита Худов Никит, мы, к сожалению, не видели тебя вчера Ни на свободной тренировке, ни на квалификации Почему тебя не было? Пропустил по состоянию здоровья Отравился и, к сожалению, не смог принять участие Ни в тренировках, ни в квалификациях Тем не менее, сейчас чувствуешь себя нормально? Да, уже не могу сказать, что до конца поправился Но уже гораздо лучше А вот твой финиш в самом конце пелетона Он связан с твоим плохим самочувствием? Или были какие-то другие проблемы? Нет, основная проблема Это то, что на старте Ну, на первом круге произошел инцидент Другой пилот обрезался меня И выбил, можно сказать, с трассы Поэтому я остановился И очень сильно упустил весь пелетон вперед Потом пытался догнать в течение всей гонки Но не получилось Как-то слишком политкорректно другой пилот На самом деле, это был Андрей Пуриков Вы с ним обсудили этот инцидент после гонки? Да, он подошел, извинился Действительно, у него немного опыта Поэтому так получилось Ну, я понимаю, да, все совершают ошибки вначале Сейчас будет старт с первой линии стартового поля Более того, с первой позиции С пол позиции К чему готовишься? Ну, это мой первый старт с пол позиции Это здорово Предвкушаю интересную гонку Обычно Всех предыдущих гонках я финишировал Примерно в районе четвертой позиции Абсолютного зачета И как раз сейчас там Мне прям чуть-чуть не хватало Может быть, хорошей позиции на старте Поэтому надеюсь, что сейчас получится Удачно реализовать эту позицию И, может быть, финишировать в тройке Я бы хотел тебе пожелать Вообще выиграть эту гонку Потому что доминирование Гвоза у всех уже досталось Честно говоря Удачи, пожалуйста Будь быстр И крепок до самого конца Спасибо, постараюсь Вот такие интересные мысли И слова от пилотов гоночной серии Миджет Перед стартом второй гонки На четвертом этапе Кубка России Мне знаете, кто еще запомнился? Михаил Макаровский По итогам первого заезда Хорошую он гонку провел Согласитесь, Борис? Михаил провел прекрасную квалификацию И совершенно роскошную гонку Если бы его небольшая оплошность На последнем круге Где он решил вдруг Поэкспериментировать То и финиш был бы очень плотный Он совершенно недалеко Отставал от Дмитрия Гвоза Раскрылась у нас интрига Изменения стартового протокола Вот Константин Гукаев Действительно Лишился своей третьей позиции Он потерял все очки Которые заработал в первой гонке И действительно произошло это Не из-за его Какой-то водительской ошибки Из-за того, что коллектив Который его технически сопровождает Моторшаркс Допустил эту ошибку механик Раньше положенного времени Приступил к подготовке автомобиля К следующей гонке Это, конечно, непрофессионально И очень обидно Потому что команда на равных Борется с Лукойл Рейсинг Тим И, в общем-то, это, конечно Им на пользу не пойдет Да, ну, по правилам Мы, друзья, вам напоминаем Что ни в коем случае Нельзя механикам Либо кому-то еще Подходить к автомобилю Собственно, и совершать с ним Какие-то манипуляции В 30-ти минутный перерыв После окончания Либо квалификационного заезда Либо гоночного заезда Вроде все это давным-давно уже знают Ну, знаете, как бывает На старуху Тоже бывает проруха Безусловно, механики Это сделали не специально Но, к сожалению, что сделано То сделано Так, начинаем представлять Стартовую решетку Как мы уже сказали Никита Худов Стартует сегодня В гонке под номером 2 Под номером 2 С полупозиции Дмитрий Кайшев Рядом с ним на первом ряду Дима очень неплох В принципе, он достаточно одаренный пилот Но, как мы говорили ранее К сожалению, пропустил два предыдущих этапа Немножко подрастерял свою форму Как следствие Финиш в конце пелетона В первой гонке И не думаю, что сейчас Он будет долго сдерживать Своих более опытных Более вкатанных В этом сезоне соперников На своей второй позиции Надеюсь, что он благоразумно Их пропустит Ну, и будет Искать какой-то свой собственный ритм Постарается зацепиться Может быть, за кем-то Более быстрым Позиция номер 3 Дима Угрюмов С которым мы разговаривали Перед гонкой Антон Немкин Стартный номер 83 На ваших экранах сейчас Да, Антон Немкин Конечно, потрясающую Тоже гонку провел Но, опять же, смотря В каком смысле На все это Обратить внимание, скажем так Ну, действительно Был одним из самых запоминающихся Но то, что вот Не получилось реализовать Ту точку торможения Которую он нашел Скажем так Во время тренировок Во время квалификации В гонке Не знаю, чем это связано Может быть, слишком Там был Большой слепстрим Скорость высокой слепстрима Я думаю, что Да, действительно Он немножко не Сделал поправки На то, что Разогнавшись за другим Автомобилем К точке торможения Он приехал На чуть большей скорости Чем обычно Поэтому не смог Эффективно оттормозиться Смотрите, какие теплые отношения В гоночной команде Лукойл Рейсинг Тим Как тепло Напутствуют Друг друга Два пилота Борисенко И Данила Иванов Да, я тоже на шлем посмотрел Думаю, это не Дима Гвазава Это Это молодой пилот Лукойл Рейсинга Пилот сегодня Несмотря на то, что он заявлен За гоночную команду Лукойл Рейсинг Тим Он выступает в личном зачете Здесь Лукойл Рейсинг Его технический партнер Пока больше доверия У руководства команды К более опытным пилотам Гвазава и Борисенко Сегодня Принесут очки В копилку Командного зачета Ну, кстати, Борисенко и Иванов Они рядом друг с другом На стартовой решетке Это позиции 5 и 6 Борисенко На пятом месте стартует А Данила Иванов С шестого Это, собственно, третий ряд На стартовой решетке У нас сегодня Десять машин На старте Так что Я думаю, гонка будет Такой достаточно боевой И интересной И вот Михаил Макаровский Это четвертый ряд И седьмая позиция на старте Тот самый гонщик О котором мы говорили Что он потрясающую Роскошную гонку Как стал Борис провел Михаил Борисович был хорош И не в последнюю очередь Из-за того, что Он действительно Очень хорошо знает Автодром Мячкова Или Выражаясь Правильным Современным языком АДМ Рейсвей Но я не случайно оговорился Дело в том, что Михаил Макаровский Начинал на этой трассе Именно тогда Когда это был просто Автодром Мячкова Он очень много здесь Проводил времени Времени, когда только делал Свои первые шаги В автомобильном спорте Тренировал его тогда Виктор Шайтар Который, кстати, приехал Сегодня за него поболеть Более того В зимний период Автодром работает В таком специальном Зимнем режиме Дорожка заливается Льдом Сюда выезжают Шипованные автомобили Легенда И Михаил Макаровский Не пропускает Ни одного зимнего этапа Это, в общем, дает Тоже определенное Такое Развитие Ему как пилоту Он хорошо скользит Не боится движения Боком Не боится движения В дрифте И все это происходит Мячком Он даже сам мне говорил Что ему здесь Как-то вот очень Хорошо просто находиться Он во время Гоночных уикендов Остается здесь Недалеко в отеле Потому что здесь Хорошая аура Ему здесь хорошо И действительно Та скорость Которую нам сегодня Показывает Действительно Доказывает Что ему правда Здесь хорошо Да, это совершенно точно Дмитрий Гвазало Мы знаем Сегодня стартует Во второй лунке С восьмой позиции Но Дмитрий Правда был не очень доволен Своим, скажем так Темпом Своей скоростью В лунке под номером один Дело в том Что Дмитрий Не только быстрый пилот Но очень везучий парень Давайте будем говорить Откровенно Ведь если бы у нас Первая гонка прошла Без каких-либо инцидентов Без изменения Позиции Константина Гукаева Которого мы сейчас видим На ушках экрана Без преждевременного схода Андрея Пурихова То тогда Гвазало Стартовал бы С десятой позиции А так он уже Фактически Выиграл Несколько позиций Сейчас он стартует Второй С предпоследнего А не с последнего ряда Стартового поля То есть видите Руслан Как фортуна Ему благоволит Соответственно Уже меньше пилотов Ему нужно обогнать Для того Чтобы добиться Своего стопроцентного Результата Кстати Вот если он это сделает Сегодня Если он и сегодня Стартуя На этой необгонной трассе Из конца пилетона Выиграет гонку Ну Я думаю Что я буду сравнивать Этого пилота С таким Великим И результативным пилотом Не побоюсь этого слова Как Ваня Лукашевич Да Иван Лукашевич Сейчас блестяще выступает И в серии СМП РСКГ И опять же В Европе Хорошо ездит В данный момент Прямо сейчас У Ивана идет Гонка Адак GT Это гонка Сейчас не в Германии А на голландской трассе Зандворт Знаю что Квалифицировались Ребята Неплохо Они Заняли 16 место Из 35 экипажей Ну и надо прорываться наверх Как идет гонка Не могу сказать Потому что сейчас Мы не можем следить За ним Мы следим за Кубком России За гоночной серией Миджет Так Ну и пятый ряд Как мы вам уже Рассказали Здесь Андрей Пурихов Он стартует С девятой позиции Ну и Константин Гукаев Будет стартовать С десятого места Вот кстати тоже интересно Как Гукаев Будет прорываться И будет ли Скорость у него В первой гонке была Была очень хорошая И темп В общем-то Мне понравился Я бы постарался На месте Константина Удержаться за Дмитрием Гваза Он стоит непосредственно Перед ним Однозначно Что у Димы Есть и больше опыта И больше скорости В данный момент И Константин Если сможет За ним удержаться Хотя бы до заднего Прямяка Уж точно Сможет Показать хорошее Время круга Чем дольше он будет За Димой Тем стабильнее Будет его езда Тем совокупнее Будет меньше Его Время круга Кстати вот она Конфигурация трассы Только что была На ваших экранах 3 километра 240 метров Но я вообще понимаю Здесь несколько возможно Конфигураций Самых разных Да здесь есть Разные конфигурации Причем нужно сказать Что в данный момент Мы едем по конфигурации Грейт 4 Это вот международная конфигурация Которая готова принимать Международные серии Самого высокого уровня В том числе Формула 4 Сегодня здесь едет Именно поэтому Мы едем по такой конфигурации Есть еще и Российская конфигурация Которую мы можем использовать Допустим в следующем году Для кубка России Миджет Она немного Много отличается от европейских Буквально отличается Одним поворотом Поворот который выводит Пилотов на заднюю прямую Он в российской версии Этот раз гораздо быстрее На одну передачу быстрее Я думаю что он будет проезжаться Не на третьей передаче Как сейчас А на четвертой И мне кажется И время круга у нас упадет И средняя скорость поднимется Мне кажется И пилотам будет гораздо интереснее Но когда мы с организаторами Готовились к проведению этого этапа Решили для того чтобы Не было никаких накладок Случайностей Чтобы маршалы Которые еще не очень хорошо знают Этот обновленный автодром Ну не делали каких случайных ошибок Мы решили что все гонки Сегодняшнего дня И формула 4 И легенда И Миджет Поедут по одной общей конфигурации Грейт 4 Ну и собственно Она сейчас Будет на наших с вами экранах Эта конфигурация Ну и гонка По ней пройдет Вторая гонка серии Миджет 2L На четвертом этапе Кубка страны Все готово уже К началу прогревочного круга Мы ждем Когда машина Безопасности Начнет движение 20 минут Плюс один круг Формат гонки Он не меняется Процедура старта Абсолютно такая же Как в заезде Под номером 1 Ну за исключением Опять же Реверсивной стартовой решетки Как мы уже Вам рассказывали Да и представили В общем-то Всю эту самую стартовую решетку Только что Пилотам была Показана табличка 30 секунд Это значит Что через 30 секунд Погаснет цветофор Появится зеленый флаг Стартует Лидинг кар Вот сейчас Лидинг кар Готовится уйти на дистанцию Значит пилоты Могут начинать Свой прогревочный круг Они могут двигаться Совершенно хаотично По гоночному полотну Могут вилять Могут разгоняться Притормаживать Самое главное Они не могут обгонять Лидинг кар У которого сейчас Включены маячки И естественно Не могут Обгонять Друг друга После того Как Процедура Разогрева Подойдет К концу Лидинг кар Выключит Проблесковые маячки Это послужит Пилотам Сигналом К тому Что нужно занимать Стартовые позиции То есть нужно становиться В колонну подвое И сохраняя скорость Лидинг кара Который Уйдет на питлейн Двигаться К светофору Борис У меня кстати Возник еще один вопрос Все таки Да Мы много говорим О том Что здесь В миджете Есть молодые пилоты Которые делают Ну скажем так Свои первые шаги В автомобильном спорте Ну может быть молодые Не по возрасту Я имею ввиду А именно По своим умениям В автоспорте Однако Почему тогда Здесь нет радиосвязи Чтобы у команды Была Скажем так Возможность Подсказать Где-то Что-то сделать Мы работаем В рамках регламента Который был написан Жаном Филиппом Деро Для Гоночной серии Миджет Во Франции И мы Не в праве Его менять В общем Не в праве Его менять Да Ровно по таким правилам Едут миджеты Во всем мире В Америке Германии Италии Франции Бельгии Миджеты Запрещена Здесь все пилоты Находятся В одинаковом положении Никто из-за этого Не имеет преимущества Но если бы мы Разрешили введение Этой связи То тогда у пилотов Сразу поднялся бы Бюджет Потому что Оснащение Как минимум Двух радиоточек Пилота И его споттера Как называют В американских гонках Или просто человек Гоночный инженера По большому счету Гоночный инженера Может быть механика Может быть там Какого-то друга Или супруга Такое тоже возможно Кто может вести Своих пилотов Дистанционно Это в любом случае Увеличение бюджета Ну наверное Примерно где-то На две тысячи евро Это достаточно большие деньги И в общем-то Когда мы с пилотами Провели консультации Перед сезоном Все посчитали Что это лишние траты И в общем Все прекрасно Привыкли ездить И в режиме Радиомолчания Пилоты хорошо ориентируются По флаговой сигнализации Которую получают От маршалов На трассе Поэтому Я думаю Она и не нужна нам В общем Экономика должна быть Экономной Подытоживая Ждем начала Второй гонки Серии Миджет 2Л Кубка России На трассе АДМ Рейсвей Здесь На Замечательном Автодроме В Московской Области Ну и совсем Немножечко Остается уже До начала Гонки В ее боевом режиме Сейчас Пересекут Черту Машины И Мы Начнем Следить за Борьбой В рамках Этого противостояния Четвертый этап Продолжается И Мы Смотрим Гонку Под номером 2 Итак Поехали Красный 17 фора Подасли Там Юрий Борисенко Выходит Направо Прорывается К первому Повороту Пытается Занять Вторую Позицию Неудачно Кальшев Прямо Пролетает Покидает Гоночную Дорожку Возвращается Так его немножко Разболтало Здесь он Зацепил Обочину Грюмов Второй Делит Второе Третье место Сейчас Антоном Немкиным Нет Уступил Немкину Немкин Второй Грюмов Третий Макаровский Была плотная Борисенко Которая Закончилась Разворотом Последнего Ну а Две остальные Машины Команды Лукойл Рейсинг Вот сейчас Позади Это Четвертая Пятая Позиция Ух ты Там Как Иванов Перетормаживает Чуть было В Гвазаву Не въехал Он И что Сейчас Две машины Лукойл Рейсинг Поравнялись Друг с другом У Гвазава Тем не менее Уже Четвертая Позиция Иванов Предусмотрительно Его пропускает Пристраивается За ним Букаев Шестой Седьмой Кайшев Который Стартовал У нас Вторым Он уже Потерял Пять позиций Да Но Юрий Борисенко Кайшев Его развернуло Тоже Большая потеря Мест Большая потеря Позиций Интересно что он С автомобилем Михаила Макаровского Не пострадал ли он От контакта С Борисенко Очень близко Антон Немкин Сейчас находится От Никиты Худова Думаю что в конце Заднего прямяка Последует Обгон Первой гонки Да И вот сейчас Очень интересно Будет как Антон Здесь будет проходить Этот поворот Антон крайне аккуратен А Гвозава уже третий Ну и Данила Иванов За ним таким паровозиком Идет То что нет Данила Иванов Опять для Гвозавы Эта гонка превращается Да нет Борис Я не знаю Скоро он догонит Первые два автомобиля А может быть нет Ну догнать то догнать Но надо же их еще пройти Да Сейчас задача Обогнать Свой оппонент Стоит у Антона Немкин Он второй Навязывает борьбу Худову Худов покидает Четырьмя колесами Белую линию Это прямо скажем Не очень правильно Это не очень правильно Но Коллегия спортивных комиссаров Все время отмечает Конкретно то место В котором Было произведено нарушение И если по их мнению Это место не дает Преимущество пилоту То они Первый раз Во всяком случае Может быть первые два раза Его За это не предупреждают Я бы кстати отметил Еще и Константина Гукаева Который прорывается С последнего места На старте Вот так сейчас борьба Гукаева машина Зеленого цвета Ее очень легко Отличить на треке Ну и там у него борьба Какая плотная Боролся Гукаев боролся А их Вместе с Угрюмовым Опередил Кайшев Кайшев правда Пустил Угрюмова обратно Тут такая Очень плотная группа Но у Константина Но у Константина Очень сложная Так это кто Это машина Макаровский Это Сход Михаила Макаровского Видимо у него Был контакт С Юрой Борисенко Из-за этого Он пострадал Юра развернулся Но продолжил движение Макаровский К огромному сожалению Сошел Вижу я Что повреждена Была у него Передняя правая часть Автомобиля Так Гукаев Проходит машину Под номером 88 Это Дмитрий Кайшев И на какую же позицию Немкин проходит Худова Да У нас Станция Проходит Худов Худов Контратакует Очень хорошая Сейчас была борьба В последнем Секторе В последнем повороте Даже Если быть точнее Ну и Антон Немкин Сейчас опережает Никиту Худова В борьбе за первую позицию При этом Никита совершенно не отстает Теперь он Атакует Антона В борьбе за первую позицию Гукаев Опережает Дмитрия Кайшева Да Ну и похоже Немножечко от него отрывается И начинает догонять Другую машину Начинает догонять Дмитрия Угрюмова Здесь широко По такой более широкой Траектории Выходил из поворота Константин Гукаев Ну явно Скорость ему сейчас выше Нежели у Кайшева Готовит Константин Атаку Но нет Что такое Кайшев опять Контратакует Да Там плотная Достаточно борьба Три машины Буквок сейчас идут Параллельно Друг другу И надо сказать Что прекрасная Чистая Аккуратная борьба Без контактов Опять у Кайшева Сейчас преимущество Он на внутренней Траектории находится Перекрывает ему Траекторию Угрюмов Букаев Прямо здесь Сейчас они вдвоем Наверное пройдут Угрюмова Букаев Прямо вынужден был Тормозить Потому что чуть не уткнулся Просто потрясающе Элегантная Такая Аккуратная борьба Борисенко Сейчас замыкает Эту группу Идет он На девятой позиции Из-за своего разворота Очень много позиций потерял Опять внутри Букаев Букаев пытается пройти Кайшева Легкий контакт Но ничего страшного Все в рамках правил Но внутри был в этом повороте Может быть Было чуть легче А нет Фантастика Это просто потрясающе Дима Кайшев Во второй гонке Просто в мутаре Да очень хорошую борьбу Ведет сейчас В первой гонке Он проигрывал пару секунд С круга Константину Гукаеву Сейчас он идет Совершенно в одном И том же темпе с ним И Дмитрий Угримов Дебютант этого года Смотрите как Яростно обороняется Просто любо-дорого смотреть Так у Кайшева Более выгодная траектория Внутри Там Гукаев потерял Еще одно место Пропустив Угримова А Глазава тем временем Прошел Хутова Глазава уже вышел На вторую позицию И у него В принципе уже В прицеле Первый автомобиль Это Автомобиль Антона Немкина Я думаю что К нему достаточно быстро подойдет Но посмотрите Кайшев-то каков Да Там за всей этой группой Застрял Юрий Борисенко Хотя может быть Застрял не совсем правильное слово Потому что Скорость-то его Я бы не сказал Что она намного выше сейчас Чем у тех Кто борется впереди Потому что Эти три пилота Кайшев, Угрюмов, Гукаев Борются между собой И они едут Медленнее по трассе Нежели бы Если бы они двигались Без борьбы Борисенко Естественно это замедляет Но мы гонки Смотрим для чего Ради борьбы ведь как раз такой Из-за этого мы так любим Гонки Которую Гонку Вторую гонку номер два Которая дается в реверсивном порядке И снова Повтор старта Да вот справа Здесь Вдоль бетонной стене Это прорывается Борисенко Все-таки Девятая машина Это был девятый номер Борисенко И вот именно из-за того Что он погорячился Видимо Он достаточно близко Двигался к автомобилю Михаила Макаровского В какой-то момент Произошел между ними контакт Кайшев Смотрите сколько позиций В начале гонки потерял И как быстро их вернул И вот развороз Удар Я думаю что здесь Михаил Макаровский был неправ Да Думаете накажут Я думаю что после гонки Любой инцидент у нас Разбирается коллеги Спортивных комиссаров И этот не станет исключением Но то что Михаил Срезал трассу Глубоко Атаковав поребрик И ударил водительскую дверь Борисенко Вот мне кажется Он все-таки в этом Инциденте виноват Повтор обгона За второе место Гвазава Прошел Никиту Худова Ну и тут какая была Плотная борьба Сразу несколько Ну фактически на сколько Пять машин Да тут поролись Друг с другом Еще снесло Это был Пурихов Его немножечко Занесло на выходе Из самого медленного Поворота Который проходит У нас на первой передаче Фактически разворота Да Но и там даже Дмитрий Угрюмов Несколько вынужден Был отруливать У нас меньше 13 минут До финиша гонки И на второй позиции У нас движется Рекордсмен Этого года Дмитрий Глазава Он на дистанции Ох как опасно Букаев Чуть не закропнул Калитку Перед Кайшевым Перед Дмитрием Кайшевым Ну смотрите какая борьба Это пилоты Это недавние новички Нашей серии И вообще в принципе Автомобильного спорта Но как буквально За пару сезонов Вырос у нас В миджете Профессионализм Чем мы не кузница Не кузница гоночных кадров Мне кажется Очень хороший чемпионат Как раз В учебники Эти обгоны вставлять Потому что борьба Так корректная Обычно ведь новички Ну там даже вчерашние новички Да Там не знаю Люди которые там Второй, третий сезон ездят Иногда Ну согласитесь Допускают такие контакты Которые не совсем правильные Что ли И противоречит даже Наши пилоты Конечно Это делают Вспомните Обидный контакт Пурихова с Худовым Сегодня в первой гонке Ну все бывает Но тем не менее Сейчас пилоты Просто показывают Чудеса хладнокровия И очень красивую борьбу Вот они Лидеры Лидеры этой гонки Антон Немкин И Дмитрий Гвазава Сейчас пилот команды Лукойл Рейтинг Престингует Антона Немкина И пытается его пройти Атаковать Как минимум На самом деле У нас первая четверка Разбилась на две Очень такие горячо Сейчас Соперничающие пары У нас Немкин Против Гвазава И Худов у нас Сейчас борется С Ивановым Да Плотная борьба В обеих этих парах Так Ну и Иванов пока тоже Никиту Худова Пройти не может А вот борьба за лидерство Не готов Не готов в этом месте Дмитрий Гвазава Атаковать И мы видим Что это совершенно разумное решение Потому что В этом же месте Иванов не смог Опередить Худова Я думаю Что Дмитрий Чуть более расчетлив Он четко это понимал И в этом месте Пытался вывести Из себя Из равновесия Какого-то душевного Антона Немкина Просто показаться На торможении И опять занять Удачную линию У Антона Немкина Кстати Между тем Абсолютно лучший круг В этой гонке У него Только потому Сейчас лучший круг Потому что Гвазава Не находится В свободном воздухе Как только Гвазава окажется На позиции номер один Я думаю Что Дима Как раз покажет Очень хорошее время Вижу я разницу В пилотаже Немкина И Гвазавы Разница Очень очевидная Гвазава едет Чуть уже Чем Антон Чуть уже То есть он начинает Входить в повороты Чуть раньше И на самом деле Я когда сам Делал несколько тестовых Сессий на автодроме Понял что возможно Эта траектория Имеет право на жизнь Данила Иванов Проходит Борьба за третью позицию Но опять же Они очень сейчас Аккуратно меняются позициями И Никита Практически на заднем бампере Данилов Возможно будет В ближайшие Несколько поворотов Контратак Правда если Данила Сейчас не отъедет От Кудова Хотя Сложно сказать В чью пользу Все таки в итоге Эта борьба сложится Но то что Борьба у нас На протяжении второй гонки Такая более что ли Энергичная Совершенно точно Вот у нас Очень серьезное Противостояние Между Глазавой и Невкином Поравнялись автомобили Этот поворот правый Но следующий левый Следующий в пользу Глазавой В пользу Глазавой Так и Дмитрий проходит В данный момент прошел Что будет на торможении Смотрим Антон попытается Контратаковать Как закрывает Закрывает внутреннюю часть Траектории Дима Очень грамотно Это делает Попытка бандра Но посмотри Как это аккуратно Ни одного контакта Машины едут В каких-то считанных Сантиметрах Друг от друга Но все Абсолютно интеллигентно Борис Вы говорили Что Глазава По более узкой траектории Да? Заходит Нежели Невкин Что это значит? Ну вот фактически Для простого болельщика Для обывателя У Дима Чуть более ранний апекс Он чуть раньше Начинает сваливаться В сторону поворота Он с геометрической Точки зрения Едет не в самом Рациональной Траектории Но с точки зрения Экономии дистанции Его дистанция Получается на Несколько метров А может быть даже На несколько десятков Метров короче Чем у его оппонента И как мы видим В данный момент Это приносит Свои дивиденды Может быть кстати Это потому происходит Что до нас Здесь было Несколько заездов Формулы 4 Машины Которые Имеют слики Развитую аэродинамику И может быть Для формулы Эта траектория Более предпочтительная Поэтому Дима Быстрее сориентировался Нашел Как мы говорим Зацеп Нашел держак И поехал По этой узкой линии И мы видим Как ему это В общем-то Приносит Определенные дивиденды Очень жалко Что нет Михаила Макаровского Который по времени Единственный Был максимально близко К темпу Дмитрия Гвазанова Не может он сейчас Ему ничего противопоставить Так у нас получается Опять Дмитрий Скорее всего Выиграет Еще одну гонку И ну что Как я обещал Я однозначно Его поздравлю И сравню С победителем Прошлого сезона Ваней Лукашевичем Который выиграл 11 из 12 Гонок сезона И по-моему 11 из 12 Квалификаций Кстати Абсолютно лучшее время В этой гонке Сейчас уже Дмитрию Гвазаеву Принадлежит Время круга Имею ввиду Вот статус-кво Восстановлено Он оказался В свободном пространстве И может теперь Показать свою Фактическую скорость Так А здесь была борьба У Кайшева и Угрюмова И вот что произошло И вот это Абсолютно очевидно Вина Дмитрия Кайшева Слишком высокую скорость Он набрал В начале гонки Появилась у него Иллюзия вседозволенности И здесь он Атаковал Автомобиль Дмитрия Угрюмова И к сожалению Это привело К сходу Как минимум Одного пилота А то и двух Я вижу И Димина машина Тоже не двигается С места Очень жалко Но по-моему Угрюмов то Не выходит Пока из своего автомобиля Может быть сейчас Сможет как-то Продолжить борьбу Хотя Не знаю Честно не уверен Может быть машина Заглохла Пытается завести Желтые флаги Перед первым поворотом Пока Пилоты покидают Автомобили Это очень опасно И пилоты Которые ведут борьбу Должны сбросить скорость Да Понять бы на самом деле Насколько далеко От самого полотна Треки располагаются Это медленная секция Это третий поворот Пилоты стоят Достаточно далеко От полотна Но тем не менее Стоят в опасном месте Снаружи Выпущен у нас На трассу Автомобиль безопасности Гонка нейтрализована Так Давайте объясним Опять же Что значит Автомобиль безопасности Сейчас Атаковать друг друга нельзя А обгонять тоже нельзя А обгонять эту самую Машину безопасности Тоже нельзя Совершенно правильно Это делается потому Что нужно эвакуировать Автомобиль Или как минимум Эвакуировать пилотов Из автомобилей Видим что Дима не выходит Из автомобиля Надеюсь С ним все в порядке Я не понимаю Почему он машину Не покидает Нет Мне показалось Что дверь открывалась На белом автомобиле Вы про какого Дмитрия говорите Про Угрюмова Нет 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 Я хочу Просто понять Что произошло С Дмитрием Угрюмым Почему после Вроде такого Легкого И несерьезного контакта Он не покидает Свой автомобиль Ну не дай бог Он пострадал Но мне кажется Что ничего там Такого опасного не было После того Как автомобиль Сошел Пилот должен Заглушить его Выключить массу Установить Коробку переключения Передачи В нейтральную позицию Вернуть руль на место Выйти из автомобиля Вернуть дальше Руль на место И дальше уже Эвакуацией автомобиля Есть такая Понадобница Занимаются Специально обученные люди Специально обученные люди Да Он поехал Он поехал Он не сошел Значит он не сошел Значит он смог завести Видимо у него были проблемы С запуском двигателя Он смог запустить мотор Значит сейчас Несмотря на то Что он уже проиграл Круг лидеру Потому что его лидер За автомобилем Безопасности уже обогнал Он может догнать Спелетон И может вернуться в гонку Какие-то зачетные очки Он получит И Ну во всяком случае ДНФ Как бы Диднот финиш Он не получает Поэтому Чемпионат длинный В этом смысле Если машина Передвигается нормально Она исправна То почему бы Этого не делать А вот автомобиль Дмитрия Кайшева Точно никуда дальше Не поедет Потому что я вижу Что у него колеса Передние Смотрят в разные стороны Видимо У него порвана Рулевая тяга Поэтому К огромному сожалению Вот сейчас Автомобили его будут Пытаться эвакуировать Как вы сказали Специально обученные люди Команда излечения Подключает к нему трос Сейчас машина Попытается оттащить В безопасное место После этого Будет дан Рестарт Ну кстати Борис Обращаем внимание Опять же наших телезрителей Что время гонки При этом не останавливается Безусловно И даже если у нас Извлечение этого автомобиля Займет Очень продолжительное время То гонка таким образом И закончится Под автомобилем безопасности То есть просто Лидер гонки Дмитрий Гвозав Увидит красный светофор И вот на этой небольшой скорости Проследует На Питленд На родному Подиуму За кубком За первое место За автомобилем безопасности Тем не менее Я-то хочу Чтобы конечно Гонка успела Рестартовать Чтобы у нас Все-таки Хоть ненадолго Но интрига Сегодняшней гонки Продлилась Потому что Как мы видим сейчас Все вот эти зазоры Которые были Заработаны Нашими пилотами Во время гонки Все отрывы От их преследователей Они сейчас Все нивелированы Они сведены К нулю И поэтому Когда у нас Будет рестарт У нас как бы Будет старт Гонки заново Дальше Кто-то сможет Этим воспользоваться Кто-то нет Вот я не уверен Что Антон Немкин Сможет навязать борьбу Глаза А вот Иванов Вполне себе Имеет шанс Опередить Антона Немкина Да Потому что Антон Несмотря на то Что Так сказать Он опытный пилот Но не настолько Опытный пилот Для того Чтобы просчитывать Вот такие ситуации На несколько шагов вперед С другой стороны Данила Иванов Он бывший Картингист Пилот Хоть и молодой Но более опытный Чем Антон Немкин Но здесь Вот я думаю Что его опыт Картинга Как раз На рестарте Пригодится И может ему помочь В том Чтобы он опередил Своего оппонента А я бы еще отметил Все-таки Константина Гукаева Он уже Прямо за Кудовым Точно Абсолютно правильно Как он прорвался далеко Он же стартовал Последним сегодня Десятым в этой гонке И вот он уже Там какая у него Пятая позиция Много чего Произошло у нас В этой гонке Константин провел Прекрасную работу Самое главное Двигался аккуратно И пропускал Обгонял сам Не допускал Никаких контактов Был более Мудр Чем Дмитрий Кайшев Который был быстро Но к сожалению Допустил вот такую Неприятную оплошность И конечно Константин сейчас Попробует навязать Борьбу К Кудову Если мы вспомним Результаты Чемпионата Которые у нас были После первой гонки Там Кудов Уступил Свою вторую позицию Михаилу Макаровскому Потому что Макаровский Финишировал второй А Кудов у нас Финишировал Девятый Первый гонки Сейчас ситуация изменилась И Кудову Достаточно просто Финишировать Для того чтобы Получить обратно От Михаила Макаровского Своё второе место В чемпионате Может быть кстати говоря Ему этого будет Вполне достаточно Даже если он потеряет Позицию По отношению К Гукаеву Сэфтикар ушёл Гонка у нас Рестартовала Мне кажется Гвозава Мне кажется Гвозава Раньше других В этой ситуации разобрался И успел отъехать От Немкина А Иванов Прямо На заднем бампере У Немкина Как раз та ситуация О которой мы говорили Сейчас возможно у нас Борьба за позицию И Константин Гукаев Присует Никиту Худова И между ними Тоже возможно Борьба за позицию Совсем недалеко от них Юрий Борисенко Чем мне нравится Рестарт Это тем что Машина безопасности Собирает всех Участников Друг за другом И потом Опять контактная борьба Опять возможности Для обгонов Есть у каждого Фактически пилота Да Как бы Как бы новая гонка Как бы новая гонка И пилоты немножко Перевели дыхание За автомобилем Безопасности Отдышались Немного расслабились Ну и теперь Опять Нужно бороться Судя по тем что Время у нас остается Всего 22 секунды Не успел Букаев Букаев честно Отыграл позицию Я бы сказал Отвоевал Отвоевал позицию Причем он На самом деле Это сделал Достаточно смело В месте В повороте Бенкинг Он проходится На четвертой передаче Профилированный Правый Такая борьба И сейчас Юрий Борисенко Может Никиту Худов Попытаться Атаковать Заключительный круг В этой гонке Заключительный круг В этой гонке Борисенко Очень близко Очень близко От Худова А Букаев В свою очередь Немножечко От него Оторвался Ох Сегодня У Никиты Тяжелый денек У нас Кстати Больше месяц Да Будет Сейчас Перерыв В чемпионате Ну и Следующий этап Пройдет В октябре Друзья В октябре Месяце У нас Пройдет шестой Этап Там же Седьмой этап Пройдет Аж в ноябре У нас Чемпионат Достаточно Широко Можем так Размазан По календарю Этого года Ну это дает Возможность Пилотам Дополнительно Потренироваться Подготовиться Между этапами Я считаю Это неплохо Да Ну и мы же не забываем Что у некоторых пилотов Все-таки есть основные Какие-то Виды деятельности Скажем так Не связанные С автогонками Безусловно В основном У нас Представлены пилоты Которые Занимаются гонками Как своим Увлечением Даже у того же Дмитрия Гвазова Который однозначно По скорости Является профессионалом У него есть Основное место работы А это Хобби Просто которым Он занимается На таком Высокопрофессиональном уровне Да Ну и Дмитрий Гвазал Идет Своей очередной Победе Тут уже немножечко Совсем остается До финиша Так Далее кто-то Отыграл позиции Или нет Немкин Иванов Все пока так же Но Иванов Очень близко Сейчас от Немкина И вот у него Остался один поворот Для того Чтобы попытаться Его опередить Но вроде бы Расстояние между ними Достаточно большое Да Немкин попадает На Апекс И спокойно Выходит Последний поворот Никита Худов Отстаивает Свою пятую позицию Гвазава Немкин Иванов Гукаев Худов Борисенко Пурихов Угрюмов Дима Угрюмов Финиширует у нас Сейчас на восьмом месте Ну а Дмитрий Кашев И Михаил Макаровский К огромному сожалению У нас в этой гонке Сегодняшние сошли Так Кстати В категории Семя про Получается Оббеждает Данила Иванов Второй там Никита Худов Ну и На третьей позиции Пурихов Так Так и есть Я считаю Что Никита Худов Решил свою задачу Минимум Он второй В чемпионате Про Первый в чемпионате Семи про По итогам чемпионата Я думаю Что все Для него Роскошно А на следующих Тапах он будет Чувствовать себя Гораздо лучше По здоровью Ну и результаты Его будут лучше На этом Дорогие друзья Я лично с вами прощаюсь Побегу встречать пилотов Возьму Пару свежих Каких-то Свежих ответов На свои вопросы Да Борис Ну а Мы делаем Друзья Небольшую паузу А затем Вернемся в эфир Спасибо А мы продолжаем И еще раз поздравляем Дмитрия Гвазау С этим замечательным успехом С восьмого места Он прорвался на первое И выиграл Свою очередную гонку В этом сезоне Ну а я сейчас передаю слово Коллеге Борису Шульмейстеру Который пообщается С пилотами Дмитрий Гвазава Победитель сегодняшней И семи предыдущих гонок Дима Я тебя от всей души поздравляю Во время прямого эфира Обещал телезрителям Что признаюсь тебе Своей любви От чистого сердца В хорошем смысле этого слова В мужском уважении И я сравнивал тебя Весь эфир с Ваней Лукашевичем Действительно Вот такое стопроцентное Доминирование Своими соперниками Я видел только от него Я тебя от всей души Поздравляю Что ты сейчас чувствуешь? Борь Ну это прекрасное чувство Не зря ты меня сравниваешь с Ваней Потому что это мой тренер Он меня тренировал весь прошлый год И я вот стараюсь Идти по его стопам А касаемо гонки Вначале было интересно Потом к сожалению Сеф-Этикар Или не к сожалению Появился Но как-то Я надеялся Что наши сокомандники За счет этого Выиграют позиции Но не удалось Я очень рад за Даню Он большой молодец Хотелось бы конечно Чтобы весь подиум был красный Но ничего Все впереди Ну у вас впереди еще два этапа Может и попробуйте Поздравляю тебя Переходим к другим пилотам Поздравляю Дмитрия Гвазау Действительно В первой гонке Он был не очень доволен Своим темпом Тем как он находил Точки торможения Но во втором заезде Мне кажется У него получилось Абсолютно все Но это блестящий прорыв Конечно С восьмого места А я вновь Передаю слово Борису Шульмейстеру Антон Немкин Позиция 2 Антон Прекрасная езда Достаточно Консервативный пилотаж В этот раз Не было никаких ошибок Не было покидания Гоночной траектории Было ощущение Что все-таки Сможешь перебороть Димку Сможешь удержать первую позицию Ну там интересно было Я старался ехать надежнее В первой секции Он был явно быстрее меня А во второй секции Мне удавалось Немножко Ну Сдерживать его пыл И вот Моей задачей Было его не пускать сначала Но ему удалось Перехитрить меня На ошибки поймал И обогнал Вот Я не пытался там Рисковать или еще что-то Хотелось надежно Доехать гонку Со стороны Нам казалось Что вы едете Немножко разными линиями Дима более узко едет Более ранние апексы У тебя такие Более классические Заходы Когда он тебя опередил Не было желания Попробовать поехать По его траектории Когда он меня опередил Он отъехал от меня Достаточно быстро Поэтому У меня и возможности Та не было Ну да Он по-прежнему Чертовски быстр Тем не менее Второе место Это тоже очень хорошо Спасибо Поздравляем тебя Спасибо Антон Антон Янкин Тоже конечно Большой молодец Потому что гонка В его исполнении Получилась очень красивой Очень хорошей Очень интересной Ну и Антон Действительно Сегодня Продемонстрировал Невероятную Скажем так Волю к победе И очень хорошую скорость На самом деле На равных Фактически боролся С Дмитрием Агвазовой Ну и сейчас Я вновь предуслов Борису Шульмейстеру Данила Иванов Пилот Который сегодня Стартовал Во второй гонке С шестой позиции Закончил эту гонку На третьей позиции Все было круто Какой момент Для тебя был Самый сложный В гонке Самый сложный момент Был для меня Это старт Потому что я знаю Что стартую с гарнира И поэтому Надо было быть Предельно аккуратным И еще один из моментов Был Это когда был Севчтикар Потому что Ребята Которые едут со мной Примерно в одном темпе Подъехали ко мне Учитывая то Что у меня был отрыв Два поворота Вот Они приблизились ко мне Максимально близко И вот эти два круга Я когда Севчтикар заехал В боксы Я ехал очень Старался стабильно Аккуратно И Смотрел за отрывом От четвертого Ну в итоге у тебя Все получилось Честно говоря Мы после Севчтикара Думали что ты попробуешь Атаковать Немкина Была такая надежда Или нет Была Но все же Я допустил ошибку В первой связке Поворотов И поэтому Антон от меня Немножко отъехал И уже Я не успел сократить Расстояние Потому что Колеса у меня были Грязные Тем не менее Все получилось Чем мы тебя и поздравляем Молодец Спасибо Спасибо Действительно Данила Иванов Тоже хорошо провел Дальше Он все-таки Он все-таки Располагает Большому количеству Ошибок Тем более Что асфальт Здесь еще Наверности До конца Не прикатанный Да И есть Точки Где автомобили Просто Проскальзывают Вот Вот Контакт Между Юрием Борисенко И Михаилом Макаровским В результате Чего разворачивает Борисенко Ну а Михаил Макаровский Завершает Свою борьбу В этой гонке По Техническим причинам Потому что Автомобиль Получил Те повреждения Из-за которых Он дальше Ехать В общем-то Не мог В этой гонке Вот Мы видим Как Михаил Макаровский Сходит с дистанции Его автомобили Закатывают В болтах Ну а Очень красивая Борьба была Между Дмитрием Угрюмовым Константином Гукаевым И Дмитрием Кайшевым Борьба Которая До поры Дмитрий Гвазава Прорывался Вперед И Делал это Очень здорово И быстро На самом деле Преследовал В какой-то момент Он Антона Немкина Но В конце концов Смог пройти И Антона В борьбе За первую позицию Вот Пожалуй Тоже Очень такая Плотная борьба Когда Ошибается Дмитрий Угрюмов У Юрия Борисенко Здесь тоже был вылет За пределы трассы Попылил он там По обочине Но Вернулся На трек Обратно И смог продолжить борьбу Это сражение Нилой Ивановым И Никитой Худовым Но оба В общем-то Здесь Без потерь Что называется Вот сражение У двух Дмитриев Кайшев и Угрюмов Сражались Друг с другом И вот такой Контакт Между ними Случился В результате чего Дмитрий Кайшев Поддел Автомобиль Дмитрия Угрюмова Ну и собственно Машина Под 40 Вторым номером Смогла продолжить борьбу В этой гонке Хоть и с большим отставанием А автомобиль Кайшева Только с помощью буксира Покинул Эту трассу Эту гонку Но такое иногда Случается Здесь В общем-то Об этом я думаю Можно говорить Как О гоночном инциденте Хотя может быть И была ошибочка Со стороны пилота Дальше был Бейскар Машина безопасности И после нее Рестарт Ну а На финише Этой гонки Первым Клетчатый флаг Увидел Дмитрий Гвазава Антон Немкин Финишировал вторым Данила Иванов Третьим Для Гвазава Это очередной успех И пока Все гонки этого сезона У нас выиграл Один единственный человек Это Восьмой номер Пилот команды Лукойл Рейсинг Дмитрий Гвазава Молодец Дмитрий Да, действительно Очень хорошая гонка В его исполнении Потому что прорываться На этой трассе Невероятно сложно И обгонять здесь сложно Данила Иванов Поднимается На третью ступень Пьедестала Антон Немкин У нас второй И Дмитрий Гвазава На самую высокую ступень Подиума Сейчас поднимается Да, но Все еще Последствия травмы Сказываются Травма мы знаем Была у Дмитрия Сейчас слушаем Гимн России Который звучит В честь победителя И призеров Который звучит Отзвучал гимн России В честь Дмитрия Гвазавы В честь Антона Немкина И Данилы Иванова Ребят, которые сегодня Оказались на Пьедестале Но Дмитрий Гвазава Несмотря на травмы Несмотря на То, что с ним Произошло В большом перерыве Да, скажем так Между Казанским И Нижегородским Этапом Кубка России Тем не менее Он продолжает Коллекционировать победы И делает это Очень уверенно И красиво Но Впереди еще Два этапа В этом сезоне Сентябрь Пилоты будут отдыхать Готовиться Гонкам Ну и Конечно же Я думаю Тренироваться Потому что Это тоже важно Без тренировок Гонки не выигрываются Как вы понимаете Ну и Победное Шампанское Куда без него Сейчас можно Вдоволь Насладиться душем Из этого самого Шампанского Это Давнишняя традиция Которая В общем-то Венчает любую гонку Что в авто Что в мотоспорте Ну и Сейчас мы Будем награждать Пилотов Которые Оказались На первых Трех позициях По итогам Гонки В зачете Семи-про Андрей Пурихов На третьем месте Напомню Что для Андрея Фактически Это всего лишь Вторая Второй Гоночный Уикенд В жизни Да Тайм-атак Это тайм-атак То есть гонка Со временем А здесь Именно борьба С соперниками Никита Худов Становится вторым По итогам гонки В зачете Семи-про Ну а побеждает В этом зачете Данила Иванов 15-летний представитель Команды Лукойл Рейсинг Молодой парень У которого еще Нет водительского Удостоверения В силу возраста И по дорогам Общего пользования Он ездить не может Но тем не менее В гонках принимает Участие И делает это Очень и очень хорошо По крайней мере В зачете Семи-про Он выиграет Вот Алексей Басов Победитель Лимана В категории GT Он здесь вручает Призы Пилотам В частности Андрею Пурихову Так что Ребята тоже Очень хороший Боевой заезд Провели Данила Иванов Никита Худов И Андрей Пурихов Такой у нас С вами Расклад В категории Семи-про Ну и Автодром Адм Рейс Я думаю Понравился Всем Без исключения Пилотам Трасса Достаточно Интересная Компактная Да Она Может быть Не слишком Обгонная Но все-таки Места Где есть Борьба Здесь Присутствуют Дмитрий Гвазов Возглавляет Общий зачет 800 очков У него В чемпионате Никита Худов Второй Но здесь Большое отставание Немкин Пока третий Но Никита Худов При всем при этом Возглавляет Зачет Семи-про Так что У нас Борьба за вторую В общем-то За третью позицию За четвертую Она еще продолжается И мы понимаем Что здесь Все будет решаться На этапах В Сочи На Сочи Автодроме Пройдут два Следующих Этапа Кубка России Серии Миджет 2Л Ну и панорама Панорама Великолепного Стадиона Великолепно Автоспортивного Сооружения В Мячково Одна из самых Наверное Важных С точки зрения Истории Наших трасс Которая сейчас Претерпела Глобальные Изменения Очень серьезно Перестроена Ну и Вот теперь Снова принимают У себя Гонки Высочайшего Класса Ну и конечно Какие эмоции От пилотов Это самое Шампанское Я напомню Что эта традиция Зародилась В Лимане Во Франции Давным-давно И сейчас Венчает она Все автоспортивные И мотоспортивные События Друзья На этом мы будем Завершать нашу Трансляцию Для вас у микрофонов Сегодня работали Комментатор Руслан Гатаулин И руководитель Гоночной серии Миджет 2Л Борис Шульместер За прекрасную работу Режиссер трансляции Александр Попын Редактор Андрей Симнов Продюсер Глеб Бородин И оператор-постановщик Петр Куракин Всем большое спасибо До встречи На следующем этапе Серии Миджет 2Л В Сочи Пока